Ну что, друзья, мы снова вместе, мы с Алексеем участвовали в программе «Повара на колесах», правда в разных программах. Расскажи, что будешь готовить. Я решил выбрать раков. Поэтому я тут подготовил кучу всяких разных ингредиентов, которые идут в это блюдо. И вот в процессе приготовления буду рассказывать, как это нужно делать. Один вопрос. Вот расскажи, пожалуйста, для чего мацони? Мацони сделают соус. У нас есть картошечка, кукуруза, краковская колбаска. Я думаю, что будет здорово, если какую-то часть из этих ингредиентов можно будет сочетать соус. Слушай, у меня тут чуть-чуть поскромнее. Я буду готовить цыплят в смокере. Сделаю такой пряный маринад с варчестером, с пивом, с большим количеством стричневого масла. Поставлю здесь, в твоего позволения, рядышком с казаном, чтобы маринад кипел. И буду периодически, каждые 5-7 минут, туда окунать курицу. И я думаю, что минут за 25-30 она будет готова. И самое интересное, что для этого рецепта нельзя взять на смокер. Можно и дома в духовке готовить. Поехали! Поехали! Мы начинаем с подготовки цыплят. Значит, я взял двух маленьких цыплят и двух цыплят таких покрупней. Маленьких цыплят мы разрежем по грудке. И чуть-чуть вот так вот раскроем. А с большими цыплятами я делаю следующее. Я ставлю вот таким вот образом курицу и вырезаю у курицы позвоночник. Нам он не нужен, мы его отложим и потом, может быть, сварим на нем какой-нибудь бульончик. Кур. Я буду готовить вот таким вот образом и складывать их буду как бы грудкой к грудке, для того, чтобы мясо вот здесь вот в грудках оставалось максимально сочное и максимально нежное. Сюда я добавлю соль, перец, окуну в маринад и поставлю. Для маринада я беру кастрюлю, в кастрюлю добавляю соус ворчестер, сюда я добавляю самое простое светлое пиво, добавляю сюда лимон, выжимаю сок и прямо вот эти половиночки сюда же отправляю. И добавляю сюда большое количество сливочного масла, может быть, даже прямо я возьму и вот так вот положу и отправляю все это дело на топку, на плиту, скажем так, закипать. Я готовлю раков по-луизиански, возможно, фанаты ростовских раков сейчас закидают меня помидорами, но не судите меня заранее. Да, мы были с Никитой и Кузьменко в Ростове, ели раков разных всяких и не только ели, еще и варили сами раков, нас там учили делать. Поездка в Ростов-на-Дону у Алексея и Никиты выдалась очень насыщенная. Шефы познакомились с богатейшей казачьей культурой. Побывали они и в бывшей столице Донского казачества, станице Старочеркасской. Здесь, на подворье Рязановых, варить раков их учил сам атаман. Гости и хозяева остались очень довольны друг другом. После этой поездки Алексей Каневский считает донской способ приготовления раков эталонным. Они знают там толк в раках, но я уверен, что твои раки будут ничем не хуже. Как вы видите, я поставил сбоку смокера специальный казан, налил в него воды. И теперь мне нужно сделать что-то типа бульона. Но в первую очередь, конечно, воду надо подсолить. Добавляем душистый перец, смесь из четырех перцев, немножко лаврового листа, паприки и немного кориандра. Свежий чеснок тоже отправляю туда же. Лук прямо так крупно. Итак, для того, чтобы обогатить вкус раков не только водой со специями, но и насытить еще дополнительными вкусами и ароматами, мы добавим в воду картошки, краковской колбасы и кукурузы. Вот именно этим я сейчас и займусь. Но я думаю, половину того картофеля, который у нас здесь есть, и белого, мы отправим в казан. Картошку, конечно, предварительно нужно как следует помыть, ну и, конечно, колбаску. Есть такой даже стиль приготовления еды, он называется серф-эн-тоф. Это когда вы смешиваете морепродукты с мясом. Крупно нарезаем колбасу. Нам необходимо, чтобы она свой аромат отдала вот в ту воду, в которой в итоге будут вариться раки. Я добавляю в казан молодую кукурузу. Вот она придаст небольшую сладость. И еще сделает бульон, в котором будут вариться раки, более насыщенный. Курицу я подготовил. Отправляю курицу в смокер. Сейчас смокер у меня 110-115, в домашней духовке 140 градусов достаточно. Рядом на плите у нас горячий маринад, поставили 5-7 минут, макнули туда-сюда. А сколько примерно по времени она будет готовиться? Цыплята будут готовы минут за 25-30, куры минут 40, ну, может быть, 45. Денис, а поделишься одной кукурузкой? Конечно, конечно, бери. А знаешь, как я люблю делать? Я покупаю кукурузу и прямо в шелухе кладу ее в угли. Здесь же листики, как у капусты, один наслаивается на другой. Да, да, да. И там образовывается скороварка, которая готовит кукурузу за 10-12 минут до мягкого, такого классного состояния. Давай. Прямо вот так вот на угли ее положим. Молодая морковь, немножко зеленый горошек, немножко спаржи, кукуруза, которая у нас в топке запекается, мы эти все овощи. Потом прямо тоже на топке, на сковородочке сбланшируем, слегка обжарим, добавим пару-тройку столовых ложек маринада и сделаем такой легенький овощной гарнир к нашим цыплятам. Ну, как видите, я все основные ингредиенты уже в казан загрузил. Вот пусть все это варится до мягкости картофеля. И после этого у нас будет следующий этап, этап загрузки раков. Закипел маринад. Берем цыплят. Прямо вот так вот, я понял. Кстати, аромат классный. Еще раза 3-4 и курица будет готова. Пока варятся овощи в казане, я приготовлю соус. Соус из мацони, он довольно простой. Самое главное, в него добавить побольше зелени. Доведу до вкуса, и, по сути, наш соус будет готов. Думаю, что пора еще разочек искупать наших цыплят. Лук нарезали, добавили мацони. Лука очень много. Что касается других трав, то используйте те, которые вам больше всего нравятся. Я в данном соусе очень люблю кинзу. И добавлю, наверное, еще укроп. Поддерживаю тысячу процентов. Кинза везде всегда должна быть. Достану кукурузу. Вот, да, вот такая вот она и должна быть. Идеально. Берем аккуратно в перчатках. И все вот эти вот горелочки, которые нам не нужны, мы отсюда убираем. Чуть-чуть поджарено. Ее хорошо еще натереть сливочным маслом, посыпать пармезаном. Картофель и кукуруза готовы. Колбаса, которая там варит с месимия, была готова еще до этого. Вот она отдала тоже все свои ароматы. И пора загружать раков. У меня здесь готовые овощи. Добавил пару столовых ложек маринада, кусочек сливочного масла. Сделал вот такую вот сливочную эмульсию. Добавляю сверху на кукурузу и на овощи небольшое количество пармезана. Ооо, и вкуснятина какая. Да, ооо. Чувствуешь ароматики какие? Не то слово я чувствую ароматик. Леш, ну у меня все готово. Я думаю у меня тоже. Контрольный замер температуры. Слушай, выглядит прям идеально. 70. Да, этот цыпленок готов. Я их сразу нарежу, чтобы было удобно есть. Давай пробуй. Ммм, прям сливочное масло такое вот прям сливочный вкус. Очень сочное. Круто. Легкий привкус копчения. И то он по большому счету здесь даже не слишком обязателен. Важно, чтобы не переготавливали ее никогда, поэтому все очень вкусно. Ну что ж, давай пробуй. А я хочу тебя угостить раками. Царское блюдо. Я начну с картошки. Слушай, ну хорошо. Я пошел. На стол. А как тебе вот это вот, ну, сочетание краковской колбасы с раками? Ароматика, во-первых. Во-вторых, вкус просто шикарный. Друзья, я надеюсь, вам понравилось то, что мы с Лешей приготовили. Вы возьмете эти рецепты себе на вооружение. Ну, а мы пойдем пировать. Конечно. А самое главное, готовить с хорошим настроением. Тогда будет 100% всегда вкусно. И еще важно. Не забывайте себя баловать. Западная Европа познакомилась с шашлыком в 19 веке. Его рецепт привез во Францию Александр Дюма. Он попробовал это блюдо во время путешествия по Кавказу и пришел в такой восторг, что открыл в Париже шашлычную. Спасибо.